13.06 в Кирове В пятницу, как это бывает, сегодня именно вечером будет открытая лекция в Политехническом, и можно будет с вами, придя в 17 часов, во-первых, послушать, о чем вы говорите, во-вторых, поучаствовать в дискуссии, и дискуссия, мы тут начали с вами уже общение до эфира, и дискуссия может сложиться крайне интересной, потому что вот я, Жульетта, несколько вопросов задала до эфира, и чувствую, как у меня прям мурашки побежали по коже, потому что сначала, когда я посмотрела на тему, а тема глобальный хаос, есть ли выход, я так подумала, ну, что за лекция в Политехническом глобальный хаос, вот мы недавно говорили про дороги, про строительство, про то, сколько школ должно быть в городе, вот тема, которая интересует каждого человека в Кирове, например, в таком небольшом российском городе, как Киров. Кто думает о глобальном хаосе в нашем небольшом городе? И не прошло и четырех минут, как я поняла, что буквально каждый, если не думает, то ощущает те процессы мировые, которые происходят сейчас. И самое странное, что эти мировые процессы затрагивают не правительство государств, а уже затрагивают буквально каждого человека в каждой точке этого мира. Вот мы об этом сейчас поговорим, Жульетта, начнем говорить. Да. А разговор продолжится сегодня вечером в главном корпусе Политехнического, в АТГУ, здесь, на Театральной площади, в 17.00. Вы знаете, я, когда ездил последние несколько лет на различные семинары, в том числе и в Европе, и в России, обсуждался очень активный вопрос того, что популизм среди политиков мировых растет просто, и это такая большая беда и трагедия, потому что популисты, вместо того, чтобы решать насущные вопросы, касающиеся прежде всего экономики и социальной жизни государства, городов, занимаются тем, что собственные амбиции, в общем, да, как-то реализуют в мировой политике. И буквально каждый семинар, там, от Страсбурга и Стокгольма до Москвы и даже Кирова был популизму посвящен. Считаете ли вы, что нужно было такое внимание этому популизму уделять? И что это вообще такое популизм? Ну да, самый большой вопрос, что это вообще, откуда? Между прочим, вы говорите с популистом. Я считаю себя популистом, поэтому... Наконец-то! Я его в личном встрече. Извините, что это? Я даю ответ на ваш вопрос. Популизм – это, как сказать, протест народов. Везде, в Европе, и не только в Европе, и в Америке, и сейчас в Южной Америке, тоже в Бразилии. Люди чувствуют себя бескомфортно. Они понимают, что они были направлены кем-то. Средства массовой информации их обманывают. Систематически, в массовом порядке. А люди понимают, получается такая странная ситуация, когда человек видит и чувствует себя, где он живет, неважно где, в одном, а ему говорят другую. А здесь получается дисконнекшн по-английски. Не коннектится что-то в голове у людей. Не разбери-ка, что происходит. А потом люди начинают, как сказать, выступать против. Против. Конечно, у них теории нет. Они не знают, что происходит. Но, тем не менее, они чувствуют себя нехорошо. Поэтому популизм – это развитие протеста народов. Конечно, сама собой она не происходит ничего. Но сама протеста надо слушать, надо смотреть, надо понимать, откуда. Это не импровизация одного человека. Абсолютно нет. Потому что не объясняют, почему. И в Италии, и во Франции, и в Германии одновременно. Но обвиняли во всем Трампа, как лидера популистского движения. Ну, обвиняли. В каком обвиняли? Он выиграл выборы, потому что почувствовал. Он сам почувствовал, что, чтобы выиграть, надо поговорить с этими людьми. В массовом порядке. Миллионам. И он это сделал. И, между прочим, надо учитывать, что он гениально сделал, потому что использовал социальные сети. И не большие, так называемые, средства массовой информации из мейнстрима. Значит, телевидение, журналы, газеты. Они все, все, без исключения практически, работают для богатых людей, для мощных структур. Мы не получаем хорошую информацию нигде, нигде в мире. Вся информация управлена, ну, скажем так, под управлением тех, которые я называю козьянью Вселенной. Сколько этих людей в мире? Несколько десяток. Которые имеют практически все богатство планеты. Ну, я последняя статистика, которую я читал в одной книге, довольно хорошая, говорит, что 8 человек на сегодняшний день в мире владеют 60% всего богатства планеты. А, извините меня, а что это означает? Первое, первое, которое приходит в голову, это демократия уже закончена. Потому что если 8 человек имеют такая власть и такое богатство, 7 миллиардов человек, что это могут делать? Ничего. Демократия. А откуда? У нас нет возможности влиять на их поведение. Между прочим, у меня есть впечатление, что эти люди в основном сумасшедшие люди. А вы лично встречались с кем-то из этой восьмерки? Или расширим список двадцатки, например, великих? Ну, в прямом смысле я, видимо, знал одного из двух. Потому что я был пять лет в Европейском парламенте. Мне приходилось тогда иметь отношение с некоторым. Вот не очень много. Остальные мы не знаем. Они практически неизвестные люди. Ну, говорят Ротшильд, большие банкиры. Ну, это один-два Билл Гейтс, ну, скажем так, Сорос. Конечно, они миллиардеры, они хозяины мира, они из тех, которые управляют миром. Но, тем не менее, большинство из них мы не знаем. Это люди практически, которые живут отдельную жизнь. А живут в другом мире. Они не встречаются с нами. Те, которые я встречал, я об этом писал. Между прочим, недавно я опубликовал статью, которая скоро будет тоже на русском языке, переводят сейчас. Это как думают вот эти хозяйственные вселенные. А я заканчиваю, по-моему, определение это самоубийственные, несознательные самоубийства, самоубийственные люди, которые думают, что весь мир, конечно, будет неизбежно уже, как сказать, обречен к катастрофическому исходу, но они будут выживать. Скажите, Джульетта, вот мы говорим о том, что миром управляют несколько человек или несколько десятков человек уже ведь не одно столетие. Ну, вот не два столетия, но точно с начала где-то XX века об этом говорят. С того времени, как появился капитализм, с того времени, как прошли главные войны XX века, прошло там сто лет. И всё ещё мы говорим о том, что миром управляют эти люди, эти несколько человек. И одновременно сейчас вы подчёркиваете, что среди населения планеты по всему миру возникает недовольство, дискомфорт и ощущение, что ими манипулируют, да, и нежелание поддаваться больше этой манипуляции. Правильно я вас поняла? Да. К чему это приведёт всю систему, которая работала вот в это столетие? И как быстро мы увидим вот эту вот реакцию, насколько вот это постепенно происходит? Или мы видим какие-то взрывные уже сейчас изменения? И что там у свидетельства, если это так? Ну, я думаю, что шла для этого довольно длинная подготовка. Последние 20 лет всё это подготовилось. Во-первых, я должен сказать, что я не согласен с вашей оценкой, что всегда это было так. Нет. Всё, что происходило в последние 50 лет, не имеет сравнения с предыдущими. После Второй мировой войны был взрыв технологический, который изменили всё. И власть этих людей раньше не была такого. Были, конечно, богатые люди, но здесь это качественное изменение. Потому что богатые люди, богатство мира сейчас определяется совершенно другими мерками. И сам капитализм, это моё мнение, не знаю, насколько разделяют. Но сам капитализм сегодняшний очень практически неузнаваемый с категориями 20 века. Потому что тогда преимущество было производство товаров. А капитализм было производство товаров и распространение этих товаров, и прибыль, который исходит из этого. А сейчас производство товаров старо незначительная часть нашей жизни. Сейчас это производство денег, который это центр внимания. Это факты, говорят. Гигантская задолженность, которую создавала в течение последних 50 лет, раньше не было. А что это задолженность? Что это? Они, сами хозяины Вселенной, производят деньги. Из этих денег производят другие деньги, спекуляции, так называемые деривативы. А значит, воловой, бировой продукт это более-менее 60 триллионов долларов на сегодняшний день, 60-70 более-менее, никто не знает, между прочим. А масса денег превышает эту сумму на 20 раз. Вот эта новость, совершенно новая ситуация. Как это сказывается на обычном человеке? Ну, производят они деньги. Он производит более-менее, но живёт всегда хуже. Живёт всегда хуже. Например, природа испортилась. Испортилась, по-моему, уже бесповоротно. Мы уже сломали все равновесия нашего экологического системы. Значит, человек умирает. Очень просто. А дети будут одновременно более глуби, чем нас. Потому что если существует система средств массовой информации, включая мобильные телефоны, которые извращают полностью их мышление, это происходит антропологическое развращение людей. Вы думаете, вот простой человек здесь, в Кирове, задумывается об этом? Есть ли у него на это время и силы думать о таких глобальных изменениях? Ну, это я понимаю. Я специалист этим занимаюсь. Я знаю, что человек, который живёт нормальной жизни... Ну, в Алии, пожалуйста, да. Ну. Фермер. Да, везде то же самое. Человек имеет свою жизнь, своя семья. Не имеет времени для этого. И более того, даже если у него есть время, я его не информирую. Ему дают ложную информацию. Поэтому он не может. Не только не хочет. Не может быть информирован. Я говорю, сужу на базе всё, что знаю. Средства массовой информации – это постоянно систематичная организация, чтобы манипулировать людей. И поэтому люди не смогут понимать пока. Но чувствуют дискомфорт. Но чувствуют дискомфорт. Я вам сказал, сейчас повторяю для слушателей. Я писал недавно книгу, главу которой я ставил эту фразу. Когда собаки лают. Это то же самое. Мы, как собаки, в массовом порядке, миллиардов людей. Чувствуем. Мы чувствуем, когда собаки лают, когда они чувствуют землетрясение. Почему? Потому что у них есть другая чувствительность. Другие инструменты. Они чувствуют заранее. И лают. А мы то же самое. Чувствуем заранее, что происходит что-нибудь, которое будет иметь большие трагические последствия. И это касается не конкретной фермы, города, страны. Это глобальный фактор. Между прочим, есть ещё другие элементы, которые, я считаю, пока мы не знаем, но чувствуем, что наше психологическое состояние влияет, сама влияет на природу. Вселенная – это одно и то же. Мы, люди, имеем нашу структуру внутри этого Вселенной. И почему не думают, что мы влияем на эту структуру, как она влияет на нас? Всё, что происходит, – это нездоровая ситуация. И нездоровая ситуация, потому что сломает нашу физиологию. И физиологию нашей жизни Вселенной. Мы сломаем равновесие. И это сделаем, не зная, какие последствия это производит. Между прочим, русский учёный Вернацкий сформировал понятие «ноосфера» в своё время. Мы даже в школе это проходили. И он тогда уже об этом говорил много-много лет назад. Мы видим этот эффект везде постоянно. Я ощущаю это на себе, правда, очень серьёзно. Особенно это ощущается, когда ты начинаешь встречать людей, которые не живут с тобой в соседнем, не соседи по квартире и подъезду, а ты начинаешь встречать людей из других городов и стран. И тебе кажется, что проблемы ваши должны быть совершенно разными, потому что уровень развития разный, социальная обеспеченность разная. И когда ты видишь, что одинаковые ощущения действительно есть, тревожности, например, у людей, ты понимаешь, насколько глобальные процессы происходят. Если переводить этот разговор в политике, вы видите, что происходит в Европе сейчас, например. Практически последние 5-6 лет все выборы показывают, что доверие предыдущей партии сломается. Реально сломается. Последние выборы в Германии. Госпожа Меркель в 18 лет управляла Германию. По существу она. Вот вдруг последние 2-3 выборы, даже Германия, которая это самая солидная, самая стабильная, сломается. Все партии предыдущие уже не работают. Люди не доверяют уже по разным причинам, между прочим, объяснимые. Но тем не менее, люди говорят, мне надо что-нибудь другого. А что это другое? Пытаются искать выходы, обвинить кого-то, например, в своем состоянии тревожности и что-то менять. Получится ли? Так и не получится. Немедленно не может получиться, потому что система власти, как я уже объяснил, это недемократично. В России ведь то же самое. В России то же самое. Путин в 18 лет у власти, или сколько он уже сбились со счета. И тоже все больше и больше разговоров о том, что пора бы что-то менять. Наверное, из-за того, что он засиделся, нужно что-то менять. Но нет, да? Вы не согласны с этим, что ни в Путине, ни в Меркель дело. Но это везде состояние власти такова, что требует изменения, безусловно. Смотрите, Китай. Ну, не говорю о России. Здесь сидим в России, но хочу быть оскорбительным, скажем так. Но смотрите, Китай. Полтора миллиарда людей. Практически один человек управляет Китай. Господин Кси Чжинпинг. И партия его управляет. Ну, конечно, несколько миллионов, но это второстепенные люди. Значит, везде то же самое. Идет огромная централизация власти в руках очень узкого круга людей, которые совершенно не могут управлять в таких условиях. И особенно, надо сказать, что у меня есть впечатление, что все эти люди, которые мы видим по телевидению, не только в России, в Китае, везде, господин Трамп, господин Конт, Виталий, господин Макрон, они являются реальные действующие лица. Вряд ли. Есть люди, которые имеют намного больше власти, чем их. Я их, мои книги назову мажордомы. Управляющие домом. Они служащие. Они тебя преподают в кафе, но они не принимают решения по существу. Потому что есть другие люди, которые могут влиять, ну, подпишут один документ, и это подписание, которое происходит, вероятно, в Бернии, где большие банки мировые собираются и диктуют жизнь одновременно с одной подписью несколько десятков миллионов человек. Это политика, как мы знаем, это фикция по существу. Поэтому у меня рецепт нету. Я не могу сказать, что это будет происходить. Это очевидно, что народы Европы, например, ищут новых представителей. Старые уже не способны. А новых представителей еще нет, еще не готовы. И, между прочим, я добавляю. Я был один из членов этой, как сказать, элиты политической. А сейчас признаю, что у нас не хватает знаний мира, который человечество строило. Не хватает знаний. Мы не знаем, что мы делаем. Существует в Европе принцип предосторожности, можно так сказать. Когда ты принимаешь одно решение, допустим. Сделать большую автодорогу, высокой скорости поезда. А ты сломаешь целую гору, целую реку. Меняется все. И ты не знаешь, какие эффекты будут. А потом будут эффекты. Но ты не умеешь калькулировать, рассчитывать на эффекты. Поэтому мы как будто ведем себя, как слепые люди, которые ходят и принимают решение, не зная, что происходит. Когда говорят, что мир, планета, это еще уже единый. Единый по существу. Каждое решение, которое принимается здесь, будет иметь последствия другой части планеты. Радикально. Да, Джульетта Кьеза, профессиональный журналист, общественный деятель у нас в гостях. Я некоторые работы ваши перечислю для того, чтобы сориентировать наших слушателей. Ваша книга «Глобальный хаос» очень известна в России. Кроме того, расследование с нуля, фильм «Зеро», который был посвящен 11 сентября 2001 года. Джульетта работал в Комиссии по делам международной торговли, ЕС, также членом Комиссии по делам культуры, образования, защиты, безопасности. Можно перечислять очень много комиссий. Слишком долго. Да, Джульетта работали. Вот смотрите, мы об этом говорим, все равно, я уже второй, наверное, раз в процессе интервью обращаю на это внимание, когда мы говорим про глобальные какие-то проблемы и про, наверное, то, что писали наши научные фантасты, что взмах бабочки в прошлом может изменить будущее. И что это происходит? Каждому конкретному человеку вот здесь на месте мне, там, я не знаю, Артёму нашему, звукорежиссёру, кажется, да, боже мой, закончился бы рабочий день, пойду домой, встречу семью, там, да, буду жить своей обычной жизнью. Но самое интересное, что потом ты включаешь телевизор, например, или радио, и слушаешь такой огромный поток информации, на тебя валится, который вот сейчас в последние несколько лет приобрёл очень агрессивную, очень агрессивную такую тематику. Во-первых, её стало очень много, она очень в высоком темпе подаётся и очень много агрессии. Войны, конфликты, пожары, заявления о санкциях, противосанкциях, ещё одни. Меркель уходит, не уходит, там, Китай станет гегемоном в мире, кто против кого будет дружить. И так или иначе ты в этот процесс информационный втягиваешься. Может быть, просто тогда же лето выключить телевизор и радио? Невозможно выключить. Уже они охватили всё наше пространство, наше время изменилось по существу. Это не телевидение. Я говорю здесь о мобильных телефоне, которые практически для наших детей это 90% их жизни. И поэтому, как можно? Выключи телевизор, а телевидение идёт к тебе, к твоему мобильному телефону, тоже телевидение, это практически 90%. Можно ли, выключившись из информационного потока телевидения, радио, мобильный телефон, обрести счастье? То есть не включаться вот в эти мировые процессы. Обсудим это после короткой рекламы. Сегодня в главном здании нашего опорного вуза на Театральной площади пройдёт лекция в Политехническом. Это открытые лекции для всех абсолютно горожан. И гостем нашего Политеха станет Джульетта Кьеза, профессиональный журналист и общественный деятель. Один из, как сказал Джульетта, только что у нас в эфире, один из той политической элиты, которая в том числе принимала и неправильные решения. Существуя и управляя этими мировыми процессами, Джульетта известен в России по многим своим книгам, переведённым на русский язык. Глобальный хаос одна из них. И тема сегодняшней лекции также звучит. Глобальный хаос есть ли выход? И мы с Джульеттой попытались разобраться, действительно ли это хаос, и можно ли из хаоса выйти, выключив информационные потоки, выключив телевизор, выключив радио, выключив мобильный телефон, уехав в глушь, в деревню, в лес и живя на своей небольшой ферме, ловя там рыбу и не задумываясь о том, о чём говорят там политики, общественные деятели, неважно, демократы, республиканцы, консерваторы, просто жить спокойно. Спасёт ли тебя это? Будешь ли ты здоровее, счастливее? Вырастут ли твои дети в такой же обстановке? В какой-то мере, всё, что вы говорите, это правда. Я думаю, что надо отталкивать себя от этого потока, потому что это фальшивый поток. На 99% реклама, это на 100% фальшивая информация. Подумайте, а реклама заливает огромное место вообще в телевизионных каналах и даже в вашем мобильном, в вашем компьютере включая. Поэтому отталкиваться от этого, это уже здорово будет. Возвращаться к размышлению самостоятельно. Может быть, ошибаешься, но тем не менее лучше ошибаться, чем слушать манипуляции других. Но это всё равно не решает проблему. Нам надо участие миллионов людей в этом процессе, потому что один человек не может решить проблему. может решить временно свой. Но эта глобальная ситуация, я сегодня буду сказать открыто, потому что я не кручу по миру, чтобы сказать хорошие вещи. Я хочу сказать всё, что я вижу. Вижу, что самый большой вероятный эскорт этой ситуации – это война. Мировая. Потому что когда вот эти люди, так, хозяины вселенной, будут понимать, и они уже знают, что их судьба связана с защитой. Они строят защиту, понимаешь, вокруг себя. Начинают уже строить. Везде. В каждом городе есть определённая крепость, где они живут. И они знают, что большая толпа людей рано или поздно будет к ним обращаться. Насильственно. И они боятся. И что это означает? Мы идём в невероятной скорости изменения все наши технологические отношения, начиная с информационной системы, на такой скорости, что через 20 лет, как уже многие говорят, весь мир будет уже неуправляемым системами демократическими, ну как, относительно демократии, как сегодня, а будет только насильственно управляемым. Но мир находится в такой ситуации, когда разделение населения мира – это абсолютно нездоровое, это недостаточно. Расслоение вы имеете в виду? Расслоение, имею в виду. 7,5 миллиардов людей находятся на нищете уже сейчас. Неважно, какая нищета, но это нищета всё равно. А очень узкая группа людей живёт в этих крепостях. Ну вот, что это будет? Будет совкновение. Потому что речь уже не идёт о частном эгоизме. Вопрос будет, сколько воды будет для всех. Будет и будет. Мы уже знаем, что вода питьевая. Мы за неё уже платим. Ну вот. А сколько воздуха мы будем дышать? В Китае уже продают. Ну, и так далее. Когда это идёт на грани выживания людей, а тогда надо было решить. Если я сильней, я буду брать всё, что есть. А если ты бедный, ты будешь умереть. Умереть. Всё. Это будет вещь, которая относится к миллиардам людей. Это не пророчество. Это факт. Они сами об этом знают. Я веду хозяина вселенной. Знают. Из-за этого они ужесточают контроль на всех остальных. Жюлета, как это можно предотвратить? Можно ли это предотвратить? Или это безысходность, и мы к этому придём? Я думаю, что всегда есть возможность. Зависит от способностей нынешнего уровня сознания человечества. Массового. Массового. Если будет сознание, миллионы людей могут защитить себя. А если не будет сознания, большинство населения не будет иметь никакой защиты. Поэтому вопрос – это вопрос выживания. Это как будто, понимаете, вы идёте в кухне, и включая свет, а тараканы на полу будут бегать на всех направлениях, не зная куда. Надо создать систему, когда миллионы этих тараканов будут слушать и понимать, что они должны идти в одном направлении, не в другом направлении. Не беспорядочно. Нужна система защиты массового порядка. Я назову это «защита собственной территории». У меня есть такое выражение. Надо, чтобы миллионы людей начинают понимать, как защитить собственную территорию, где они живут. Не только территорию в физическом смысле, где они ходят, но тоже это. Но самая территория, своя территория – это их мозг. Вот. Я хотела, чтобы вы сказали что-то такое, потому что защита территории – это то, что нам демонстрируют как раз сейчас средства массовой информации. Поэтому разжигаются военные конфликты, войны, в том числе экономические и прочее. Но это ведь не про то. Вы ведь не про то говорите, Джульетта. Вы говорите про сознание. Я говорю про сознание. Точно. Поэтому я думаю, что самый вероятный исход будет большое столкновение. Потому что существует интерес 1,5 миллиарда китайцев, 150 миллионов русских, 250 миллионов американцев. Это будет на нашем веку? Да. Это будет до середины этого века. Я думаю. Опасно, что будет нарастать до середины этого века. Поэтому вопрос я ставлю. Если мы будем в одиночестве, каждый по-своему, решения будут неизбежны. И они будут принять эти решения, когда будет очевидно, что жизни не хватает для всех. А те, которые будут сильнее, конечно, будут брать. Будут брать. Что это означает? Что Америка каждую минуту увеличивает расходы на средства уничтожения. Почему? Они говорят, что вообще, да, конечно, это интересно. Это дает прибыль, деньги и так далее. Но, тем не менее, они будут строить оружие. А эти оружие строят из-за того, что они рано или поздно будут использовать. И все остальные делают то же самое. И поэтому равновесие между бедность и богатство такая высокая. И, значит, ограниченность средства выживания определена. Ну, допустим, я делаю только один пример, чтобы люди поняли быстро. Значит, наша культура всемирная – это развиваться, развиваться бесконечно. Окей? А производить и употреблять бесконечно. Но это невозможно. Бесконечно невозможно будет. Потому что принцип физик говорит, что в замкнутом системе ресурсов бесконечное развитие невозможно. А мы находимся именно в этом перепуте. Бесконечное развитие невозможно, а мы живем, как будто оно было возможно. Рано или поздно это сломается. Когда сломается? До середины этого века. Не через тысячи лет. Сейчас. Вот и беспокойство, от которого мы начали размышлять. Почему оно возникает у меня, например? Я думаю, что, во-первых, эта история действительно… Джульетта, наверное, вы не первые, которые об этом говорят. Есть множество людей, которые об этом говорят. И политики, и ученые, и писатели. Но люди до последнего времени все равно это разбирают как некую картинку. Как фильм-катастрофу рассматривают это. Что-то такое. Я думаю, что даже сегодня вечером, в 5 часов вечера, когда начнется ваша лекция и после, когда будет традиционная дискуссия, очень многие поспорят с вами. И скажут, что мы это читали у писателей-фантастов Джульетта. Да ну, ерунда. Ну, о чем вы говорите? Ну, мир был, есть и будет. Нас очень много. Воздуха достаточно. Богатств тоже. Ну да, бензин подорожал. Ну и снова, и снова. Но вообще ничего. Это нас не касается. Я думаю, что спор, конечно, будет. Вы к нему готовы? Слава Богу. Если будет спор, слава Богу, значит, будет интерес. Да, я просто должна еще сказать, что, Джульетта, я спросила до эфира у вас, часто ли вы бываете в небольших российских городах, в глубинке. Вы мне сказали, что не забирались так далеко. Да, на этот раз мне интересно тоже смотреть, как люди реагируют. И очень интересно, что миссией своей сейчас вы считаете именно зарождение вот этого зерна в головах у людей, чтобы они стали думать и мыслить самостоятельно. Думать и мыслить самостоятельно. И вот здесь мы тоже ответственные СМИ, у вас тоже есть свое СМИ. И здесь у нас ответственные СМИ как раз об этом и говорят, что вся информация, в том числе и которую мы подаем, это информация к размышлению. Каждый должен думать, принимать решения и обсуждать это со своим соседом для того, чтобы управлять своей жизнью, а не быть управляемыми. Насколько это возможно? Ближайшие сколько нам осталось лет? 30 лет нам покажут до середины века. Надо подготовиться. Надо подготовиться. Спасибо за это интервью. Джульетта Кеза, журналист, общественный деятель, был у нас в гостях. И еще раз сегодня вечером в 17.00 открытая лекция в Политехническом. Каждый из вас может туда прийти, послушать тему глобальный хаос, есть ли выход и подискутировать. Благодарю вас. Мы завершаем.